Там все по-другому, там цели другие. Там именно понимание, что жизнь должна быть вечной и все инструменты для этого есть, начиная с питания, заканчивая социальными нормами, правилами какими-то ганоническими. То есть все в норме, все хорошо, поэтому жизнь нормальная, поэтому собственно и живут долго. Но их устройство интересно, миропонимание интересное, нам до них расти и расти. Поэтому если мы понимаем, что кто-то кроме нас есть, все, меняется жизнь, меняется в корне все. По поводу того, что у нас, во-первых, есть этажи Тартара и есть этажи Аида. Нам сказали, что Аида-то некий там бог в мифологии Греции, но на самом деле это ерунда. Это специально сделали для того, чтобы снивелировать, что в памяти у нас что-то есть, а что мы не можем понять, к чему это привязать. Если бы фикцию людям не предложили, люди бы начали копаться и интересоваться, что же это на самом деле такое. Так вот, это просто подземные этажи, где они заселены до сих пор в параллельные цивилизации. У нас есть параллельные цивилизации, которые живут. Это я не только про непрописных говорю, это люди, которые условно там 500 лет назад отпочковались, чтобы сохранить культуру и живут обособленно. У них хорошо развита культура, они все тоже красивые, они все тоже грамотные, у них сохранилось. Это не вот эти семья Лыковых, которые ушли там, три человека, и живут, собственно, жили, да, точнее, и непонятно, как существовали. Нет, это развиты именно цивилизации, которые сохранили именно гравилеты, да, кто знает, кто читал Гребильникова. Это люди, которые знают, что такое телепортация, что такое левитация, что такое проавитация, они все это знают. То есть все вот эти понятия, они у них есть. Естественно, они обособлены от нас живут, потому что мы для них инфекции. Мы своим дурацким, ошалелым мышлением можем просто им только навредить. Поэтому они от нас отпочковались и живут. Мы им не нужны. Это они нам нужны, потому что, знаете, как, когда пропил курс антибиотиков условно, да, вот когда ко мне приходят и говорят, что мне делать, у меня там после антибиотиков такая, такой дисбактериоз вообще ничего не усваивается. У нас сейчас ничего хорошего не усваивается, да, условно в нашем социуме. Ничего не усваивается, а плохое все запросто, да, быстренько все усваивается. То есть инфекция, она обеззараженный такой, чистый кишечник, она садится очень хорошо. А вот хорошее попробуй заселить, да, то есть симбиотическую микрофлору попробуй заселить. Вот так и с нашим мировоззрением. То есть они нам, как такой, знаете, как аппендикс нужны, потому что аппендикс, он как раз содержит в себе всю накопленную, все накопленные микроорганизмы, которые у нас были в течение жизни. То есть там такая база сумасшедшая. Вот они нам нужны, как тот самый иммунный узел. То есть аппендикс можно частично отнести к иммунному, то есть он как иммунный узел. Вот они нам очень нужны. А мы им нет, потому что без нас они прекрасно выживут. Вот прям чудесно. Еще бы мы там не взрывали ничего, войны бы не устраивали и катаклизмы бы не делали. Вообще было бы прекрасно. А так мы как некий такой болячка кожи, как грибок какой-то завелись тут и все время вызываем зуд. И им приходится на нас отвлекаться и даже отгораживаться еще больше, чем они отгораживались там условно сто лет назад от нас. Если ты до них дойдешь, если ты вдруг к ним попадаешь, они понимают, что мы не в себе. То есть они на нас смотрят, как на безумных. Это вот когда больной человек с психушки сбежал, и вот он сидит среди нашего общественного какого-то порядка, мы на него так смотрим, как на больного. Вот они так смотрят на нас. Потому что они не понимают, зачем мы разговариваем, зачем мы свой рот открываем. Рот нужен для того, чтобы там условно какие-то праведные вещи говорить в лучшем случае, а не для того, что мы там делаем, ругаемся, склоки устраиваем, конфликты мировые и так далее. Рот нужен для другого. Это я может утрирую, конечно, но они на нас смотрят, как на безумцев. То есть тот стереотип поведения, которые есть у нас, он для них чужд. Когда, например, общаешься с товарищами с той стороны земли, да, с внутренней, ну как бы вот ты говоришь, чтобы сюда доехать, нужно столько-то денег. Они что? Ну они знают, что мы тут все в деньгах, значит, у нас есть фантики, которые что-то там решают. Но для них это непонятно, потому что они могут перемещаться. У них до сих пор есть такие техники, когда они могут перемещаться в пространстве, во времени. И для них это норма. А мы какие-то фантики любим. Представляете, это какое вообще вырождение культуры. То есть на самом деле, когда ты испытываешь чувство такой неполноценности первого времени, когда ты понимаешь, как на самом деле должно быть все. Это дикое чувство, когда ты пытаешься как-то осознаться, вроде бы тут, понятно, ты привязан к финансам, ты не можешь без них, тебе кушать все-таки придется, да, как-то либо вырастить, либо купить. Но и то, и другое, финансово зависимый процесс. Но с другой стороны, ты понимаешь, что либо ты эволюционируешься вместе тут и со всех барабанов бьешь и кричишь, что ребята, давайте все дружно меняться, либо это так, ну просто прийти, воздух погонять и обратно вернуться в своё эстетичное состояние. К сожалению, это факт. То есть вот либо мы все начнём эволюционировать дружно, либо мы будем как вот этот рудимент, который рада или поздно отвалится, сам себя самоуничтожит очередным каким-то биологическим оружием. И потом после нас будет заново что-то... Язык он телепатический. То есть ты, во-первых, ты о себе начинаешь заявлять, что я вменяемая, я нормальная, или я вменяемый, нормальный. То есть ты кто будет пробовать это делать? То есть ты, во-первых, все своё поведение пытаешь адекватность показать. То есть при взаимодействии с людьми вокруг себя, чего бы, кого бы ты ни касался, ты должен быть исключительно безупречным. Безупречное — это гармония, да, включено всё в это слово. Это ты не делаешь другому человеку того, чего он не хочет, чтобы ему делали. Или ты не делаешь другому человеку того, чего он не хочет, чтобы делали тебе. То есть какие-то канонические есть такие вещи, когда ты соблюдаешь безупречность. И ты начинаешь в своём телепатическом «я» обозначать, что «я» готова для контакта. Причём к тебе будут присматриваться. Это будет годами длиться проверка такая, потому что навшивость обязательно всё проверяется. И когда начинают маяковать, то есть раз какая-то такая встреча, неожиданно, это будет так, как вы не ожидаете. Я расскажу. Едете на автомобиле по центральной улице в своём городе, там ехать 15 минут, а ты едешь по одной улице и не понимаешь, почему ты по ней полтора часа едешь. Ты который раз поворот делаешь на ту улицу, по которой ты едешь заново. И ты вот так вот, и ты понимаешь так, что-то происходит. Есть техники, которые закольцовывают состояние. То есть ты попадаешь в пространство, где ты выполняешь одну и ту же функцию. И смотрят на твоё поведение. Когда ты сталкиваешься с каким-то волшебным проявлением, ты должен как адекватный человек себя повести. Если ты начинаешь расслабленно получать удовольствие от процесса и не напрягаться, и не биться головой об стенку условно, то это значит, ты готов действительно. А если ты испугался от любого волшебного проявления, ну такого, которое не каждый день случается, начинаешь шарахаться, ну значит, до свидания, никакого контакта не будет. И постепенно ты понимаешь, что ты условно идёшь в магазин, и вдруг собеседник, женщина обычно одетая, ничего особо из себя не представляешь. Ну да, чуть повыше ростом. Начинают с тобой разговаривать, пишут, а сколько времени? Я говорю, ну у меня, к сожалению, часов нет, подождите, я достану телефон. И тут ты понимаешь, а у неё другое лицо. То есть она при тебе изменила внешность. И смотрим на твою реакцию, как ты отреагируешь. Я говорю, у меня вот здесь, там недалеко автомобиль, если хотите, можем прогуляться, съездить там куда-то. И мы начинаем, то есть это не то, что вас пригласили реверансом, вы сели и начинаете разговаривать, где-то в кафешке. Нет, это не так. Это через проверки, через определенные катаклизмы. Или, например, идёшь, я шла к Дальменам со своей мамой, мы поехали в очередную поездку, я очень люблю эти все вещи, мы поехали к Дальменам, это село Пша, значит, там деревня Дальмена, она так и называется, это недалеко от Геленджика. Мы поехали, и никак не можем дойти, там 15 минут идти от ближайшего поселения, да, и никак не получается. Вот ты хоть тресни, не получается, и всё. Я уже отчаялась и говорю матери, ну всё, наверное, в этот раз мы не попадём. Что-то нас крутит, вертит, мы никак не можем дойти. Вдруг я слышу в кустах, там где-то в глубине какой-то писк. Мама говорит, да тебе показай. Говорю, нет, мам, там кто-то есть. А ещё думаю, вот мы уже дошли так далеко, ну может быть всё-таки ещё пройдём, там 100 метров как раз Дальмены будут, ну всё, мы уже там были, мы уже знаем это место. Крутит, вертит, никак отойти не можем, на одном месте ходим. Я смотрю щеночек, ну просто вот такая лялечка моюсенькая. Думаю, ну сдохнет ведь, если мы дальше пойдём. Да кто-то выкинул, он стал не нужен, там родила собачка, видно. И он ещё такой молочный, там еле бежать даже не может. Ну думаю, ладно, всё, пошли, хоть с собакой вернёмся. Я её за пазуху согрела, она перестала скулить, и мы идём обратно. Тут женщина, кот спасёт. У неё много козы, такие красивые все. И этот проснулся, начинает барахтаться, она такая смотрит, а кто это у вас там? Вообще, не, здравствуйте, до свидания. Просто спрашивает, а кто это? Я говорю, ну собачку вот нашли, только не знаю, куда девать. Говорит, вы знаете, мне нужна собачка. Я как раз, говорит, искала, выращу себе помощника, он будет помогать мне коз пости. Вы представляете? То есть я спасла собаку, я даже не знаю, я думала, что я с ней поеду за условно там 500 километров до своего дома, но там уж решу, что с ней делать. Не бросать же. А тут оказывается, что когда человеческий поступок, тебя сразу видят. И мы в следующий раз пошли, она говорит, ну вот смотрите, я вам расскажу, так-то, так-то и так-то должно быть. Мы пошли и за 10 минут преодолели такой километраж, который мы должны были там час идти. То есть как-то в раз, как резинка нас притянула туда, сидит мужчина. Меня что удивило, длинные волосы, а на лице волос нет. Кстати, чтобы вы знали, у непрописных нет волос ни на лице, ни вот этой огромной, огромных волос, которые у нас там бывают на теле. У непрописных только на брови, реснички, понятно, здесь волосы, подмышки и лобок. Всё, больше волос нигде нет. Потому что это нормально, у них чистая кровь. Это мы уже там такие изуроченные, что у нас не пойми что уж, какие леса вырастают на теле. Вот. И он сидит. Мне обратило внимание, что, ну как бы, когда мужчина побрит, это всё равно видно, потому что там какие-то есть всё равно обозначения, что-то он волос ныжает. Я смотрю гладко. Я, поскольку уже знаю, что это такое, почему так, я на него смотрю, и он на меня смотрит. И я понимаю, что он говорит со мной, только у меня отрывки фраз долетают. То есть, когда человеческий поступок случился, я спасла эту собачку, уже ни на что не надеялась. И, как говорится, могла бы пренебречь, да, к своей цели и дальше. Да пусть не я же выбросила, ну и пусть как будет. А когда по-человечески ты себя ведёшь, им будут реперные такие точки, будут поступки, которые будут определять, да или нет. И когда вы по-человечески живёте, и ту мысль, которая у вас есть, что вы готовы к взаимодействию, холите или лейте, выходит на свет, приходит к вам. Естественно, эти фразы, которые говорил этот мужчина, причём он был одет, очень интересно. Это была не современная одежда, обычная рубаха, обычные там портки, которые там, ну вот на фотографии, условно там, 850-го года. Всё чисто, всё аккуратно, но такая одежда не странная, какой-то ряженый что ли, она же сейчас любит там, ибо эти, как их называют, бояре, да, ходить не пойми в чём, как будто бы там, это что-то, знаете, в душе должна быть правильнее, а не только во внешности. И вот он сидит, мило, начинают какие-то мысли такие, я чувствую, что у меня вот прям в висок что-то бьётся. Я на него смотрю уже когда глаза в глаза, и у нас уже, когда мы телепатим, у нас мысль, она отрывается через моргание. Моргнул, мысль ушла, моргнул, мысль ушла. Я смотрю, он у меня как-то моргает, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова